Социальное проектирование, работа над ошибками. По таким названиям в Ленинском районе состоялся практико-ориентированный семинар в рамках программы «Некоммерческий сектор Кубани. Устойчивое развитие к успеху». Поговорить об участии в президентских и краевых грантах приехали активисты ТОС и представители некоммерческих организаций из Белореченского, Отраднинского, Мостовского, Курганинского и Лобинского районов. Участников семинара приветствовал исполняющий обязанности главы Александр Семеряков. Уважаемые друзья, очень важно, чтобы на всех уровнях власти, в том числе и территориально-общественного самоуправления, некоммерческих организаций, царило в прямом смысле этого слова взаимопонимание и участие в различных направлениях, в различных программах, грантах, потому что цель одна – создать условия более комфортные на территории любого муниципалитета, любого района Краснодарского края. Для этого есть различные направления, инструменты, как можно привлечь финансовые средства для того, чтобы эту идею и цель реализовать. Поэтому и Лобинский район по этому вопросу пошел. И есть результаты, нехорошие результаты, но останавливаться на достигнутом мы не будем. Я бы вот что вам порекомендовал всем. Необходимо, конечно, определить людей, которым это интересно. Раз вы приехали сюда, вам это интересно, вам это надо. Задача простая – участвовать на всех уровнях – краевых, федеральных, потому что это даст возможность не просто развиться этой некоммерческой организацией, но и людям, которые окружают вас территориально. Я очень благодарен, что администрация края и общественная палата не сидит в креслах, не держится за табличку на двери, выезжает в муниципалитет и проводит эти семинары отрадно. То есть нету там периода, прошли каникулы, выходные, давайте будем еще там входить в строй две недели. Сразу с первых дней готовы доносить до нас, как правильно, как составить программу, как привлечь эти средства. За последние два года фонд поддержал 10 проектов Лавинского района в различных номинациях на общую сумму 6 миллионов рублей. В этом направлении активно работают городское и хуторские казачьи общества, совет ветеранов, ассоциация ветеранов-десантиков и центр профориентации. Это очень здорово, это мотивирует, это не только дополнительное направление для работы, но и, конечно же, оказание помощи, вообще польза для всех нуждающихся, для тех целевых групп, которым необходимо. Помощь не только от органов власти, но и от некоммерческих структур. И вот сегодняшние мероприятия, семинар обучающий, они нужны просто как воздух. Участники семинара говорили об источниках финансирования НКО, подготовке, оформлении проекта в виде заявки на краевой грант. Также обсуждали частые ошибки заявителей. Речь шла о подготовке, составлении бюджета проекта, подготовке бухгалтерской отчетности по проекту. Информацией с участниками семинара делилась Валентина Макарова, председатель межрегиональной общественной организации, ресурсно-социально-правовой центр, член общественной палаты Краснодарского края. Очень важно, что ряд проектов, поддержанных на федеральном и краевом уровнях, посвящен главному событию года – 75-летию Великой Победы. Эти программы направлены на сохранение истории района периода Великой Отечественной войны. Мы заинтересовались на примере, например, пятого микрорайона. Но мы выбрали свое направление, оформили грант вместе с телекомпанией «Лобарь». Ну, скажем так, военная тематика, чтобы к Дню Победы озвучивать вот эти песни военные, все это где-то минут по 10 во всех структурах СМИ, и по радиовещанию, и во всех коммуникациях. Семинар завершился практической работой. Его участники составили мини-проекты.